всем привет меня зовут андрей я сегодня снимаю решил заснять блог на свой мега телефон lenovo блог про мастерскую меня часто спрашивали его расскажи покажи как выглядит моя мастерская что я не делаю вот я ее уже даже гордо называют цехом собственно говоря да вот такой вот маленький блок будет про мою мастерскую вот чего бы начать так как я сделал себе цех по швейке шью всякую гадость тут у меня просто вешалка где-то шмотки висят вот я сделал себе закроенный стол а его ширина метр восемьдесят на четыре метра габариты стола мой нож трудяшка к чем я краю кучу денег стоит целых сто баксов дисковый нож вот нужно купить для нормального кроя по много дают но большие настилы этот купите как его звать забыл вертикальный нож вот вот я сейчас делаю заказ на робы вот они у меня лежат комбинезоны куртки куртки штаны всякие такие делать это я типа отмазываюсь почему я не сильно делаю видео уроки потому что их тут видите много вот работы у меня много вот у меня одно условно говоря рабочее место старая машина 1022 а вот у меня это я на ней выполняю две операции петля и пуговица делаю петлю и пришиваю пуговичку подоконник весь забросанный всякой работой под столом у меня творится полный хаос сейчас благо зима ну не благо точнее зима и много теплых вещей надо делать всякие куртки синтепона там силикона и так далее и все было забросано вот мешки синтепоном здесь у меня прячется распошивалка так как сейчас она практически не используется вот давай наводись что произошло где фокус а вот утюг короче утюг двухлитровый в машку вы все знаете машку вот стоит у меня здесь дальше шоу меня здесь еще происходит а у меня есть кухня это мусор тут короче ткани клиентов с мусором так как мои дети ходят и мусорят меня везде опять еще синтепон рулон флиса вот тут кухня типа чайник микроволновка если у меня выход тут у меня что у меня тут находится на выходе на выходе типа холодильник всякая радость короче склад готовой продукции с кучей мусора давай поздороваемся со всеми скажем всем привет надо холодильник взять зеркало зеркало у меня тут где-то еще зеркало есть никак не прицеплю его вот у меня еще рабочее место за которым у меня сидит человек я купил себе джуки джаки распошивалки вы увидели ниточки всякие использую лампы освещения для для освещения моя тяжелая машина на вот шили партию детских курточек на синтепоне со смехом что у меня тут еще творится мое типа рабочее место еще одна 1022 пятиниточный мой оверлок который ну как бы сейчас приходится людей нет у меня то есть одна швея была дверь одна сломала ногу но я уже рассказывал вот что у меня он под столом вышивалка моя стоит которая сейчас опять запущу будет работать еще у нас тут дальше ну туалет туалет показывать не буду это комната моя так сказать кабинет компьютер кресла всякие мусор всякие короче плоттер стоит склад вещей полностью забитый курточками клиент заказал частично заплатил вот и в общем много зимние куртки которые помните я шил показывал урок у меня был не тут полочка на всякой гадость на ней лежит балконы на балконах тоже всякое всякое лежит на все забито по самой не балусь обо места мало выживаем как можем вот но собственно говоря скажу я что с такими объемами как у меня максимум что я могу делать ну допустим если судить по этим курточкам то где-то на одну швею пять штук в день вот целом это мало надеюсь что может еще швею придут там еще у меня одно окно вот которым тоже всякое барахло лежит ну короче так и работает к тому что где там если кто-то спрашивает где какие видосы просто очень тяжело делать видео так как ну очень много работы цеховой вот где выполняю прямые заказы и вот что называется так и живем вот то есть и выполнять видео потом его монтировать цельное дело что я еще хотел сказать собственно говоря наверно все на сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки добавляйтесь в контакты и фейсбуке если кому-то интересует скажем так какие-то кому-то что-то пошить в массовом производстве так сказать по милости прошу я вас с удовольствием выслушаю индивидуальными заказами вот тут просто нету времени на говоря на этом всем спасибо всем пока до новых встреч